Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиография. Джулиус Леблан Стюарт. Американский художник, который провел свою карьеру в Париже. Современник художника-эмигранта Джона Сингера. Стюарт получил прозвище «Парижанин из Филадельфии», я цитирую Википедию. Родился 6 сентября 1855 года в Филадельфии. Его отец, сахарный миллионер, перевез семью из Филадельфии в Париж в 1865 году, стал выдающимся коллекционером произведений искусства и одним из первых покровителей Марии Фортуни и барбизонских художников. В подростковом возрасте Джулиус учился и у Эдуарда Самакуа и у Жана Леона Жерома в школе изящных искусств, а позже был учеником Раймона де Мадраза. Семейное богатство Стюарта позволяло ему вести бурную жизнь эмигранта и писать то, что ему нравилось, часто масштабный групповой портрет. Регулярно выставлялся в Парижском салоне с 1878 года и помог организовать секцию «Американцы в Париже» салона в 1894 году. Картина Крещения была показана на Всемирной Колумбийской выставке в Чикаго в 1893 и получила признание на Берлинской международной выставке в 1895 году. Писал серию картин под парусом на борту яхты Джеймса Гордона Беннетта-младшего. Картина «Яхтинг на Средиземном море» 1996 года установила рекордную цену для художника, продавшись в 2005 году за 2,3 миллиона долларов США. В конце жизни он обратился к религиозной тематике, но больше всего Стюарта помнит за его светские портреты прекрасной эпохи и чувственную обнаженную натуру. Умер 4 января 1919 года в возрасте 63 лет в Париже. Вот так вкратце из переводной википедии о американском художнике, который провел свою карьеру в Париже, Джулиус Леблан-Стюарт. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok